всем привет друзья в этом видео хочу вам рассказать про обновленную модифицированную прошивку ти си си три винсент вега эдишн от разработчика горд гелин которая вышла 27 июня 2022 года данная прошивка подойдет для таких устройств как кингбит ска 2 плюс ти с про плюс и си си 2 плюс напомню что в моем автомобиле установлена мультимедиа ти си си 2 плюс которую я сразу же обновил до прошивки си си 3 обновленную модифицированную прошивку я уже скачал и давайте я ее сейчас установлю посмотрим какие есть у нее нового видения погнали итак прошивка установилась и давайте я вам расскажу какие нового видения добавлены в эту прошивку конкретно разработчиком виталием горд гелин в этой версии прошивки добавлена возможность использования яндекс музыки в музыкальном виджете рабочего стола стиле cc3 смотрите я ранее показывал вам видеоролик в котором я устанавливал виджет апдейтер и соответственно вот этот вот музыкальный плеер можно было менять со со штатного на любой другой которым вы пользуетесь этот может быть спотифай может быть яндекс музыка может быть любой другой который вам нравится теперь устанавливать приложение music proxy и виджет апдейтер не обязательно так как в данной прошивке уже все установлено и можем менять штатный плеер на любой другой также в этой прошивке добавлена поддержка dm для тех кто не в курсе с помощью dm вы сможете устанавливать и просматривать такие приложения как кинопоиск винк и прочие приложения которые требуют white wine cdn также в данной версии прошивки исправлена проблема с отображением яндекс навигатора в пип окне если мы переключаемся на другой вид главного экрана например на этот вот здесь нас отображается пип окно с яндекс навигатором и при обновлении его на более свежую версию мы видели здесь просто надпись яндекс навигатор а сама карта не отображалась ровно до тех пор пока мы не перейдем на полноценную карту здесь как я и говорил проблема устранена и теперь можно полноценно обновлять навигатор и пользоваться им в пип окне для тех кому это удобно ну а теперь давайте пройдем по основным нововведениям которые добавлены в эту прошивку и первым я хочу отметить это то что обновлена версия базовой системы android до 27 июня 2022 года также обновлены файлы can bass до версии от 25 июня 2022 года прошивка со старым форматом разделов можно на данную прошивку устанавливать различные патчи загрузочной анимации удалять лишний и наоборот добавлять нужное в оем и прошивать конфиг тексте также пересобраны динамические разделы увеличенный их размер и устранена проблема с вылетом прошивки fastboot при попытке внести какие-либо изменения в файловую систему также дополнительно добавлены лаунчеры от s pro plus cc 2 плюс king beats k2 плюс переключиться на них можно через шторку выбираем тема нажимаем на самый нижний пункт и здесь мы видим из про плюс cc 2 плюс k2 плюс и здесь пункт соответственно для каких-то последующих лаунчеров давайте попробуем на из про плюс переключиться мы видим главный экран из про плюс давайте попробуем на king beats переключиться к 2 плюс для тех кто не видел какой главный экран у king beats k2 плюс могут соответственно с ним ознакомиться вот так вот отображается здесь мы видим большие часы список приложений настройки переход во все приложения в общем друзья на любителя для тех кому надоедает однотипный лаунчер могут переключаться на любые другие также расширен список приложений которые можно установить в пип окно напомню что устанавливать любое приложение в пип окно можно через настройки общие картинка в картинке и выбираем приложение то которое мы хотим видеть в пип окне соответственно если вы какое-то приложение устанавливаете то оно попадает в этот список и вы можете его выбрать также в этой прошивке удалены такие приложения как штатный tpms мэпс youtube ти ас яху цифровое благополучие и обновлены такие приложения как garlin 2.0 плагин ти спотифай ти с войс также в эту прошивку вшит мод радио без диапазона а и м я вообще сомневаюсь что кто-то слушает радиостанции на диапазоне а и м в основном все используют fm также в данной прошивке установлен патч звонилки который отображается не на весь экран улучшено также отображение имени звонящего честно я телефон к мультимедиа не подключаю не пользуюсь этой функции но для тех кто этим активно пользуется будет очень удобно также исправлена проблема с невозможностью активировать камеру заднего вида на некоторых устройствах это для тех кто использует камеру заднего вида в качестве видеорегистратора добавлен документ с ей удалена стандартная галерея и добавлен quick pick соответственно вот это приложение у нас обновлено здесь мы можем видеть сразу плитку из каких-то картинок если у вас они загружены в мультимедиа в этой прошивке также имеется root права для тех кто хочет как-то кастомизировать свою прошивку а теперь давайте пройдем по эксклюзивным настройкам которые были добавлены в данную прошивку самим разработчиком горд гилин переходим в настройки устройства и мы видим новый пункт octos settings для тех кто ранее не пользовался прошивками от виталия то смотрите какой здесь есть функционал есть задержка выключения данная фишка работает таким образом что если вы например глушите автомобиль и хотите далее пользоваться мультимедиа то вы можете здесь настроить задержку выключения поставить любое значение из доступных максимально один час многие кстати задаются вопросом как слушать музыку при выключенном зажигании теперь такая возможность есть непосредственно программно вы можете все это настроить ранее я помню что люди заказывали с алиэкспресс такой модуль задержки питания который так сказать держал определенное время напряжения на мультимедии и соответственно не давал ей выключиться моментально также при заводе автомобиля у вас не моргала мультимедиа сразу работала я считаю что это очень удобно поставлю 10 секунд то есть я если я автомобиль заглушу 10 секунд у меня будет еще работать мультимедиа далее а пункт для тех у кого не оригинальная cc3 очень удобно вентилятор cc3 с помощью данного с помощью данной функции у нас включается автоматическое управление кулером если такой установлен на задней крышке вашей мультимедиа в моем случае он установлен здесь мы можем настроить температуры выключения кулера то есть если например у вас мультимедиа нагревается процессор до 65 градусов у вас включаются автоматический кулер и выключается при опускании температуры до 60 градусов естественно здесь вы можете настроить любое значение также из полезного добавлен функция no kill которая позволяет не закрывать те приложения которые у вас уже запущены при уходе мультимедии в сон либо после ее перезагрузки очень удобно и данной функции я активно пользуюсь так как использую приложение антирадар стрелка и чтобы постоянно не запускать это приложение я его просто оставляю включенном и при загрузке мультимедии или при выходе ее из режима сна соответственно у меня уже автоматически запущено приложение анти радара также добавлено настройки android не знающим людям я естественно не рекомендую туда лазить если вы в этом не разбираетесь инженерное меню gps также здесь можно настраивать то же самое лишний раз лучше не лазить инженерное меню в общем это для тех кто разбирается в системах android так для того чтобы выбрать по умолчанию проигрыватель который мы будем использовать на главном экране необходимо нажать на значок облачко и выбираем из тех которые у нас уже установлены этой яндекс музыка и spotify я пользуюсь яндекс музыка соответственно выбираю данное приложение все теперь мы можем пользоваться яндекс музыкой прямо с главного экрана со штатного так сказать проигрывателя теперь у нас вместо облачка отображается значок яндекс музыки и при нажатии на музыкальный плеер мы сразу же переходим приложение яндекс музыки то есть если я сейчас включу трек мы видим здесь обложку альбома и я перехожу на главный экран то обложку нас отображается в самом проигрывателя также давайте я вам покажу по вентилятору смотрите если мы сейчас перейдем приложение вентилятор у нас включен автоматический режим соответственно температура 45 градусов при такой температуре кулер не работает при том что он сейчас в настройках везде включенный в настройках в окта settings у меня настроено что при 65 градусов меня включится автоматически кулер соответственно при достижении данной температуры он автоматически включится охладить температуру процессора до 60 градусов тоже очень удобное приложение ранее использовал сторонние приложения другого разработчика теперь мы имеем все в этой прошивки так что друзья модифицирована прошивка намного лучше чем стоковая даже те люди которые имеют оригинальное устройство тя си си три тоже обновляются на модифицированную прошивку так как все-таки она более доработанная и имеет кучу всяких дополнений и патчей ну а теперь давайте я вам расскажу про основные нюансы если вы будете обновлять свою мультимедиа впервые то скорее всего после прошивки на главном экране у вас будет отображаться красная надпись с просьбой активировать устройство не нужно пугаться писать кому-то там бить тревогу и так далее вам необходимо просто подать интернет на мультимедиа неважно каким способом с помощью sim карты если у вас такая установлена либо раздать интернет с телефона после того как мультимедиа получит интернет автоматически произойдет активация вам необходимо будет перезагрузить мультимедиа и уже полноценно пользоваться также есть такой нюанс что после прошивки своего устройства можете получить перевернутый на 90 градусов экран здесь тоже пугаться не стоит вам необходимо просто в файле прошивки config.txt найти такой параметр как св-rotation и поменять значение с 90 на 0 и еще раз перепрошить тогда все станет на свои места также на экране устройства у вас может отобразиться уведомление о том чтобы разрешить доступ к приложению ти спотифай соответственно с этим нужно будет согласиться ну и последний нюанс то что темы а именно лаунчера которые я вам показывал там от s pro plus cc 2 plus и так далее переключается непосредственно со шторки в списке приложений никакого там приложения лаунчера типа вы не найдете также друзья напоминаю что данная прошивка платная и приобретать ее необходимо непосредственно у разработчика виталия горд гелин все его контакты я оставлю в описании под видео вы можете к нему обратиться спросить какая стоимость данной прошивки и соответственно приобрести ее но на этом у меня все друзья надеюсь это видео вам понравилось было полезным всем удачи на дорогах всем пока